Сегодня в Белом доме прошла внезапно объявленная церемония празднования в связи с новым законом об ограничении оружия. Об этом законе уже много говорилось. Он ужесточает проверки и другие меры, особенно в отношении покупающих оружие молодых людей от 18 лет до 21 года. Именно в их числе больше всего психически нестабильных преступников, которые причастны к массовой стрельбе. Закон этот был принят и уже действует на протяжении 16 вообще-то дней. Сам Байден подписал его еще 25 июня. О нынешнем праздновании в графике президента утром никакого упоминания не было. Почему сегодня в срочном порядке было организовано это событие? Может быть, потому что о необходимости подчеркнуть важность двухпартийного закона по каким-то причинам просто забыли. В Белом доме это бывает. А сейчас казалось, что Байден должен ехать на Ближний Восток и последняя возможность такого пропагандистского мероприятия имеется только сейчас. Ну и также, конечно, сегодня был опрос с катастрофическим падением популярности Байдена и среди самих демократов. И было бы к месту подчеркнуть коллегам Байдена по партии, что он зато борется, вот в частности, за ограничение оружия. В Бруклине сегодня продолжались поиски преступника, который ранил в выходные пять человек на Кони-Айленде. Кони-Айленд находится очень близко к Брайтону, но во время стрельбы в два часа ночи там вряд ли прогуливался кто-либо из русскоязычной общины. Кони-Айленд, особенно с приходом темноты, является бесспорной вотчиной не русскоязычной, но афроамериканской общины. В воскресенье в районе двух часов ночи на Кони-Айленде неизвестный открыл стрельбу, ранив двух женщин и трех мужчин. Состояние одного раненого критическое, остальные находятся в стабильном состоянии. Стрельба на Кони-Айленде одно из нескольких подобных преступлений, которые имели место в Нью-Йорке в эти выходные. В городе в нынешнем году имеется рост серьезных преступлений на 38%. Правда, до уровня 80-х и 90-х годов мы еще не поднялись. Тогда создавались все эти фильмы антиутопии о том, что все человечество будет жить в гетто, похожих на гетто Бронкса. Уровень преступности сейчас ниже, чем в 80-е и 90-е годы в Нью-Йорке, но мы туда успешно движемся. Визит Байдена на Ближний Восток начинается еще только в среду, но уже сейчас он в центре внимания израильских новостей. Согласно израильской прессе, Байден в первую очередь по прилету в Израиль будет встречаться в аэропорту Бен Гуриона с министром обороны Бенни Гансом и знакомиться с противовоздушной системой «Железный купол» и с новой системой «Железный луч». «Железный луч» в нынешнем его виде – это лазерное оружие, способное уничтожать ракеты, дроны противника в пределах прямой видимости. Боевой лазер может сбивать множественные летящие объекты, осуществляя точное нацеливание в доли секунды. Лазеры эти намного порядков дешевле ракетных систем противовоздушной обороны. Израиль, как считают, предложит Байдену участие в финансировании программы «Железный луч». Пока эта система не является готовой для широкого военного использования, для ее доводки потребуется, по оценкам, до поступления ее на активное боевое дежурство в районе трех лет. В ходе визита Байдена и в Израиле, и затем в Саудовской Аравии должен обсуждаться план создания региональной воздушной обороны Израиля и арабских стран. В Израиле сообщалось, что серьезные шаги по созданию совместной системы оповещения и противостояния вражеским ракетам и дронам уже предпринимаются, и что совместными усилиями уже были предотвращены одна или несколько атак Ирана. Сотрудничество в области безопасности важнейшая, но не единственная тема визита. Байден еще в ходе предвыборной кампании говорил, что вновь откроет консульство для палестинцев в Иерусалиме, закрытое Трампом. Никакого объявления об открытии такого консульства не ожидается, но Байден наверняка повторит свое намерение это сделать. Байден будет обсуждать положение палестинцев, в том числе в ходе визита на западный берег и встречи с Аббасом. Байден также формально, вероятно, подтвердит цель создания двух государств на Ближнем Востоке. Явная, но не очень акцентируемая цель визита Байдена это сдвиг в отношениях Саудовской Аравии де-факто. Правителя, который принца Салмана, он еще недавно называл парией в связи со зверским убийством журналиста Кашоги. Но Саудовская Аравия де-факто лидер арабского мира, принципиально важный поставщик нефти на мировые рынки. Нефтяная цель Байдена Белым домом практически не комментируется. А Белый дом говорит о необходимости прогресса в отношениях Израиля и Саудовской Аравии, об укреплении мира, безопасности на Ближнем Востоке. Но сдвиг в отношениях США и Саудовской Аравии, а также Израиля с Королевством совместного участия в оборонительных мерах против Ирана, если это будет иметь место, это путь к взаимопониманию в области роста нефтяных поставок. Байден будет в Израиле в среду и в четверг, затем перелетит в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча в верхах арабских и некоторых других стран региона. В следующей части о бескровном перевороте, вероятно, в Шри-Ланке. Оставайтесь с нами.